Здарова, народ, с вами X-Doping. Сегодня у нас первый выпуск про Вертума. Мы посмотрим, как он начинал еще в Прайде, потом пришел в UFC и после победил первую легенду ММА в Страйк Форсе Федора Емельяненко, прозвище нашего героя Вай Ковалу, что переводится как «Вперед конь». Правда, это слово в русскоязычном интернете чаще ассоциируется с разожравшимся Аверимом после его шуток про конину. Пабрисио рассказывал, что прийти в ММА его вдохновил Ходрико Нагейра. Вертум учил джиу-джитсок Мирка Крокопа, а тот, в свою очередь, прокачивал ему ударку. Этот тандем помог обоим бойцам развить свои слабые стороны. Придя в UFC, бразилец отомстил Ганзаги за своего кореша и забил его в партере во втором раунде. Следующий ролик подумал сделать про дылдул Стефана Штруве. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Что же, приступим к бою. Его оппонент Фабрисио Вертум, тренер Мирка Крокопа по джиу-джитсу. И сегодня он попробует себя на ринге Прайда против Тома Эриксона. Филиппович, как обычно, угорает за кулисами. Эриксон был на скамейке запасных целых три года. Большинство своих соперников в ММА он значительно превосходил в габаритах. Именно поэтому я не любитель старых турниров типа Валитуда. Слишком часто там проходили неравные бои и односторонние избиения. Красочный пример Марк Керр, устрашающий в Бразилии, но проигравший всем серьезным ребятам в Прайде. Том весил 133 на 23 кило больше Вертума и сразу в начале боя начал демонстрировать преимущество в силе. Бразилиец от греха подальше начал бороться, потом угодил в уличный захват в сейл. Но после чего смог достоять парочку ударов в стойке. Угловые кричали Эриксону, чтобы он не лез в гард. Уже на третьей минуте его бензопат почти закончился. Бас Рутен предвкушал двойной армбар, который лишь один раз был проведен Александром Отсукрей. Это была моя вина. Напарник на этом турнире снес Марка Коумана. Думаю, этот бой показал Федору, что бороть свежего Мирка не лучшая затея. Нужно сначала его вымотать. Фабришо Беудум Фабришо Беудум Фабришо Беудум Бразилиан柔術世界選手権を2連覇した 超一流の寝技師 ミルコクロコップのコーチも務めている ローマン・ゼントフ ロシアの金網総合格闘技大会 肯定ヒョードルのスパーリングパートナーを務めている この日行われる プライドヘビー級タイトルマッチに 2人の対決は投影されるのか? У Романа было 3 поражения подряд и последний бой почти год назад Маура пошутил по поводу того, что у русских бойцов на лице часто покерфейс, не выражающий никаких эмоций У Зинцова были очень тяжелые удары поэтому Вердум для начала решил поиграть в свою игру и в бартере он действовал очень эффективно У Романа получилось проделать свип и оказаться сверху но Бразилийс на спине еще более опасен и его коронный прием, смесь треугольника и рычага локтя своеобразный табу-трабл только на земле 100 feet, whole triangle look at this, is it on? Yes, he's got it! beautiful armor! He went to our triangle and he made it into our straight armor This morning, Hirka Ospar, I'll try yeah любимых боев. Сиди умудрился перебить в стойке лучшего ударника Прайда. У Крокопа был лишь один успешный момент. В конце боя как будто не понял, что сейчас вообще произошло. Фабришо Белдум. Бразили. Жюриつの実績では,ホドリゴモゲーラを上回る天才人. Селегей Харитонов, Россия. Датон Хёдорの最終役. В турнир Прайд-30 Сергей Харитонов в последних четырех боях проиграл лишьホドリゴ на гейре, второму величайшему. Фабрисио снова начинает с проверки навыков противника в партере. И россиянин показывает, что в этом аспекте он не промах. Но, как часто бывает, Сергей пропускает много шальных ударов, а в этом поединке еще неоднократно хавал аппкики. Бой был очень размеренным, и во втором раунде Фабрисио всеми силами старался оставаться на земле, приглашая Харитонова в гард, за что получил желтую карточку. Сергей успешно защищался от проходов бразильца и оставлял его сидящим с жопой на конвасе. А в стойке его удары выглядели тяжелее. Это позволило ему взять решение, правда раздельное, и оставаться единственным россиянином, победившим Вердума. До 2018-го, когда это сделал Александр Волков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прозвище Вердума «Вперед лошадь», и сегодня он будет демонстрировать еще больше лошадиных сил в схватке с элитным грэпплером. Джон тренировал гарку вместе с Хантом, как редко мы видели в прайде норвежских спортсменов Джон Эйнема по кличке Викинг. Два года он не выступал из-за травм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бас Рутон предвкушал шахматную партию мастеров борьбы. В первом клинче Вердум оказался увертливее и занял положение сверху. Правда, в партере ничего значимого пока не происходило. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Комментаторы признали, что еще не видели такого трюка. Зажим руки, ногой и подмышкой. Почти всегда противники бразиться просто перекрываются от подобной размахайки. Мастерство контрударов и особенно на отходе в те времена в тяжах демонстрировали лишь единицы. В следующем отрезке Фабрисио нащупал у норвежцев уязвимость каперкотом и постоянно накидывал их при случае. Несколько раз викингу вытирали кровь, и в этом вопросе японцы молодцы. Кровавые пани, они не пащали. ПОЧТИВАЙТЕСЬ НАПРЯЖЕННОМ ЯЗЫКЕ Он тебя хорошо обстреливал, и ты все время пятился назад. ТОНЫЙ ПОЧТИВАЙТЕСЬ НАЗАД АЛЕКТОМ ЯЗЫКЕ Смотрите, у него был бомбом. А его динамы были сильные. Смотрите, у него динамы были. Я был садом, хотела перейти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, у него было садом. Фабрисио Вердун пообещал, что не станет жертвой каламской дельятиной. Я постараюсь вынести его в стойке, не ввязываясь к нему в гард. Мой план на этот бой очень простой — перейти в борьбу и провести полевой. Да, он очень хорош внизу, черный пояс, но навыки стойки близки к нулю. Я всегда уважал своих соперников до этого момента. Если он хочет так разговаривать, то я скажу, все, что у него есть — это гильотина. И все, сегодня я это докажу. В любом случае, пожелаю ему удачи. Пригодится. Это было гран-при Брайда в свободном весе. Алистар немало поднабрал и весил за сотку. Фабрисио запатентовал свое фирменное начало. Голландец прижимал его к углу, пробивал коленями, менял стойки. Правда, никоим образом не сбивал этим с толку Вердума. А потом даже попробовал заслэмить, но лишь потратил силы на очень тяжелое физическое движение. В следующем раунде Аверим замедлился. Когда ты так прибавляешь в массе, тебе нужно немало времени, чтобы тело адаптировалось к повышенным кислородным затратам. Как мы видим, у Аверима уже не было сил выскакивать из этой позиции. Фабрисио посвящает этот бой своему лучшему другу и тренеру джиу-джитсу, Маурисио Мигел Перерри, который недавно скончался в Бразилии. Бразилии-джу-джитсу-секай-сенщу-кен-лен-па, Фабрисио Беудум. Совгода и умеряя. Вот это я понимаю, план на бой. С同じ джюджитка同士の戦い, 相手の研究にも余念がない. Ай, ай, ай. Ай, ай. Ай, ай. Нагейро – чрезвычайно адаптивный боец. Когда надо, он умеет включать агрессию и давить соперника. Именно этим он в тот день и занимался. Его бокс, который он оттачивал вместе с кубинской олимпийской командой, позволял это сделать. И тот факт, что его уже не поставят в четвертый раз против Феди, чтобы оспорить пояс, ничем не смущал Ходриго. Его в этом гран-при, к сожалению, пройдет Барнет, который в итоге предсказуемо отлетит от Мирка в третий раз. Жаль, что не было реванша много с Крокопом. Это был бы намного более интригующий финал. Очень важное отличие ринга. При сжатом куглу в клетке ты не можешь отклонять голову назад. А это движение является важной частью навыков, особенно в боксе. Но вернемся к нашим героям. Вирдум иногда инициировал борьбу, но так и не смог создать опасности для Нагейра. Поэтому в тот день подняли именно его руку. Вирдум иногда инициировал борьбу. Когда выйду в октагон, то продемонстрирую всем фанатам UFC, что у меня достаточно навыков, чтобы быть лучшим в мире. Для меня это очередной крепкий соперник. Еще один бой на пути к чемпионству. Первые успешные моменты были за бразильцем. Локоть и жесткая пощечина братья Диазы одобряют. Андрея это запарило, и он уронил Вирдума апперкотом. В бою Орловский приземлил много увесистых лоу, и это замедлило нашего героя. Концовка второго раунда вышла на славу. В следующем Джо Роган раскритиковал Битбуля за то, что он не проявлял никакой инициативы, уверенно забрав первый раунд и зная, что обладает весомым преимуществом на ногах. Народ, я смотрю, немного расстроен. Извините, в следующий раз постараюсь получше. Фабрисио отличный боец. Ганзага — это чудо природы. Когда он поднимался на подиум, чтобы взвеситься, я ощущал вибрацию от его шагов. Габриэль — великолепный боец. Черный пояс под джиу-джитсу, но я тоже. В нашем прошлом бою я еще не был таким профессионалом, как сейчас. Я выйду в своей лучшей форме. Моя сила и функционалка сейчас лучше, чем когда-либо. Я быстрее и намного выносливее, чем раньше. У этого парня удивительная мощь в руках, особенно с учетом того, что он джи-джитсер. Габриэль в последних двух боях жестко нокаутировал Филипповича и его же оружием, но проиграл Рэнди Кутюру в чемпионском бою. Быстро ввязавшись в клинч, Гонзага в итоге занял агрессивную позицию в бартере, но потом решил вернуться обратно, где смог обрушить на земляка убийственные по силе лоу-кики. Вертум ответил своим переводом вниз, где мы увидели высококлассную игру от обоя. Фабричио попадал увесистыми локтями и серьезно потряс Габриэля. Во втором отрезке Вердум вспомнил уроки муэй-тай, отлично всаживал колени и на последней минуте сломил сопротивление, взяв уверенную победу. Он сказал, что постоянно тренировался в шутер-бокс, и этот бой для него просто тренировка. Передай ему мои поздравления. Это большая победа, которая высоко поднимет его в рейтинге. Этот бой поместит меня в правильном месте, чтобы снова сразиться с Минотавром Нагейрой за пояс. Я представляю этот бой очень быстрым, но очень сложным. Он не дойдет до финального гонга. Я должен завершить бой ярко, сделать заявление или взять убедительное решение, постоянно наказывая Вердума. В последних девяти боях Брэндом проиграл только последний решением Тиму Сильвии. Также у него была победа нокаутом над Фрэнком Миром. На второй минуте Фабрисио без проблем перешел к борьбе и понемногу набивал очки. Вера очень круто вернулся в стойку. Вскоре Вердум снова уверенно валит Брэндона вниз, переходит в маунт и безостановочно месит его сверху. Но, к большому сожалению, Мирклиота поспешно останавливает бой, кто вызывает бурное негодование толпы. Надо баблишко поднять, не забывай про спонсоров. Ситуация усугубилась общением через переводчика. Американцы не любят другие языки. Они даже с субтитрами ничего не смотрят. Поэтому можете не тратить свое время, пытаясь привлечь в интернете текстом американцев или европейцев. Безполезно. Пожалуйста, ребят, это отличное выступление. Не его вина в этой остановке. Этой ночью я пришел драться, поработал над стойкой в шутер-бокс и могу его нокаутировать. Ну а в партере мой мир. После этой победы я буду продолжать улучшаться и покажу классные бои. Кто же Фабрисио с виду готов врубиться? Но после ролика о Дос-Сантосе вы уже имеете представление о его невероятном боксе. И в этом бою он смог доставить свой коронный апперкот. Этот парень-мастер работы в партере. Он превратит этот матч в игру с адмишинов. Эти два бойца хорошо знакомы друг с другом. Они тренировались вместе в команде Крокопа в Хорватии. Майк схватил ногу старого знакомого, но так и не решил, что с ней делать. Он смог хорошо попасть правой и вынудил Вердума перейти к плану «Б». Сверху бразилец неплохо накидывал удары. Потом смог очень ярко уйти от попытки рычага локтя. И в итоге ответил своим болевым, накинув гильотину прямо из стойки. Я тренировался очень усердно. Извините за мой английский. Да, таковы реалии. Если не знаешь игли, что заявить о себе куда сложнее. Просто выигрывать будет недостаточно. Это позволительно таким ребятам, как Паук Сильва, Жозе Алдо. Но в тот момент Фабрисио в их категорию не входил. Этот бой я увидел лишь недавно. В те времена я в основном следил за UFC. И в страйк-форсе наблюдал разве что за боями Федора. Тогда я даже понятия не имел, что Вердум победил Бигфута. Того самого, который к всеобщему ужасу просто переехал Емельяненко. Фабрисио включил размахайку. И впервые был встречен не блоком, а тяжелыми плюхами в ответ от Сильвы. Который потом накинул еще килотонну свалившемуся на задницу земляку. Но лезть бороться передумал. Все выглядело так, что у Вердума сегодня нет адекватных ответов на то, как жить дальше. К счастью, очень скоро он их нашел. Первый раунд был просто пушкой. Во втором отрезке Фабрисио смог провести свип с такой тушей и еще накидать ГНП. Бигфут начал проседать по выносливости. В третьем инициатива тоже была за Вердумом. Он показывал красивые маневры в партере и отличную работу корпуса. Его можно описать только как императора ММА. В главном событии этого турнира у Федора был очень непростой первый раунд с громадным Брэдом Роджерсом. Но фирменный оверхенд все еще был летальным оружием. Я никогда не думал, сколько у меня титулов. Я обычный человек. Сражаюсь за свою команду и страну. Федор выглядит непобедимым, но я скажу всем, что он просто человек. Он умеет выжидать и знает, когда нанести удар. Мое искусство на земле. Чтобы выиграть, мне нужно перевести бой на канвас. Эту схватку мы все уже неоднократно видели. Мне тут добавить нечего. Я верю в свою семью и друзей. Хоть я его и побил, но он все равно лучший. А Верим не проблема. Дай мне свой пояс, пожалуйста. Ничего. Кто не падает, тот не встает. Иногда ты выигрываешь, а иногда нет. Федор был скромен, принял поражение, обещал вернуться. Так все и устроено. Алистара Верим собирается доказать всем свое право на корону. Против человека, который победил и его, и Федора. Самый опасный тяжеловес в ММА. Фабрисио Вердум. Для своего первого боя я потребовал Вердума. Он победил меня пару лет назад. Пришло время сравнять счеты. В прошлый раз я провел ему Кимуру на левую руку. На этот раз можно заломать правую. Оставлю его без рук. Сможет ли он побить Алистара снова? Он значительно вырос как боец с момента их встречи в Японии. Ради этого турнира я встал рано утром. И топил за Вердума. Рим мне уже тогда показался зазнавшимся типом, которого не помешает спустить с небес на землю. Подробности этой истории, конечно же, в выпуске про Уберима. В первых раундах пытаться повалить Алистара бесполезно. Но бразилец всеми способами пытался его заманить. Иногда Фабрисио взрывался со своими привычными комбинациями. На удивление, Аверим терялся в таких ситуациях. Ну, мог бы и побороться чуток, действительно. Как только Фабрисио пропускал весомый удар, то падал в гард. И делал он это часто. Бигфут предвкушает интересный бой. Правда, произойдет он только через полтора года, уже в UFC. Помню, как до последнего верил, что верхом нокаутирует уставшего Рима. Если бы у нас был пятираундовый бой, исход мог бы стать совсем другим. Что же, вот так началось, как это говорится, восхождение бразильца к вершинам ММА. В будущем он свергнет еще одного царя, Кейна Веласкеса, и заберет пояс UFC. Ивент в Мехико задумывался, как эпичное возвращение мексиканского терминатора. Но Вердум испортил всю задумку. С тех пор UFC больше не проводили там турниров. Кейн был не в лучшей форме, из-за климатизации накололся. Но я вам скажу, что даже для полностью здорового Веласкеса, этот бой был бы очень непростым. Вердум по-прежнему имел бы реальные шансы его засабмитить. Что касается теоретических матчей против других тяжеловесов в их лучших формах. Дос Сантос крайне неудобный соперник, нереально опасный на ногах, которого еще хер свалишь вниз. Против него почти без шансов. Шейн Карвин его не смог забороть Гонзага, и потом улетел в нокаут. Вердум сильнее, и его впервые смог вырубить только Меочич. Карвин вполне может нокаутировать, но против него бразилиц бы и не пытался биться на ногах. Затащил бы в глубокие воды джиу-джитсу и забрал все силы. Думаю, он смог бы это сделать в шести случаях из десяти. Марк Хант проиграл. Уберим был слишком убер, что тут еще скажешь. Из прайдерских тяжеловесов с ним мог бы совладать Нагейра, но в очень близком бою. Когда они дрались, Фабрисио еще не набрал обороты, а ног был в самом расцвете. Мирка, я все-таки думаю, послабее. И не потому, что Вердум побил его обидчика Гонзагу, и Федю тоже, а потому что Крокоп не обладал нокаутирующими ударами с рук. Его супероружие — хайкик, и этот удар бразилец никогда не пропускал. Да, собственно, мало кто пытался ударить. Цена ошибки — приглашение на нулевой этаж, выбраться с которого будет ох как непросто. Ну и, конечно, Федор. В лучшие годы он был гребаным убийцей на ринге. И всегда выходил с планом на бой. Умел адаптироваться, и в его голове был суперкомпьютер, помогающий идеально распределить силы на все отрезки схватки. Такие дела. Пишите, что думаете. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новьё. Услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok